Работает. У нас летело. На каком мы там остановились? Ну, 491. Дальше там продолжать. Это все к первому тому. Так, ну все. Я вот хотел просто еще сам вопрос задать. Вот если мы от греков приняли при князе Владимире веру и богослужение как велось, как креститься, то патриарх Никон, то он на что поменял-то это? Непонятно тогда. Не от греков же, что ли, то же самое? А что я поменял? Ну вот то, что вот это нововведение, которое они начали выводить. Откуда они его-то взяли? Вот это Никон-то откуда это взял? Ну, брал от греков по тому времени. Смутили его. То есть греки изменили? Конечно. Они обещали ему быть селенским патриархом. Так они, получается, вначале дали одно, а потом изменили и другое дали, да? Так, что ли? Да, изменили. Оно все шло постепенно. Да, к тому времени большая разница была. Когда принял Владимир, было двуперстное. И часть троеперстного, значит, меньшая была. А ко времени патриарха Никона, 1656 год, уже там больше было троеперстников. И он так решил переменить. Зачем? Люди к этому только были привязаны. Сейчас бы кто-то стал в Евангелии менять что-то. Это равнозначно для нас. И мы бы не согласились. Но настоящая причина другая была, вы, по-моему, указывали. Истинная причина-то. Но истинная причина была не на мысли прийти. Причина-то, что ему светило быть вселенским патриархом. А остальное-то никакой нужды не было менять. Совершенно. Ненужная, вредная реформа во всех отношениях. Ну, следующий вопрос. Зачем вообще был введен новый стиль? Чем был плох старый, который был до революции? Ну, я отвечаю. Вопрос не по Писанию. Поэтому, то есть, из Писания еще не возьмешь. Я на это говорю, а чем был плох лунный календарь, как божье восстановление? Что его заменили на языческий, юлиановский, в котором найдены были вполне существенные недостатки спустя тысячелетия. Календарь начала Нового года менялись в России несколько раз. На новый григорианский стиль, более точный, перешли практически все христианские народы и подавляющее большинство православных церквей. Доводы старостильников, насколько неубедительны, касаются только богослужения, как будто звезда за звезду начинает цепляться. На спасение это никак не влияет. И Библия об этом ничего не говорит. В главном было провозошено единство иметь, чтобы во второстепенном, надо узнать, что второстепенная свобода, во всем любовь, приписывается Тортулиану и Блаженному Августину. Вот такой ответ. Больше еще сказать, из Писания тут ничего нет. Вопрос не по Писанию, и ответ не может быть по Писанию. Но, беру то, что для восстановления времен Луна, лунный календарь. И у мусульман он так и остался. Ну вот эту фразу Блаженного Августина и Тортулиана очень часто используют и тем самым много оправдывают всяких беззаконий. Ну, много там. 362-е правило, какой пункт или назвать, параграф, что патриарх Тихон дал, чтобы отдельно служили. Раз нет связи. И они за него держатся сейчас, кто делает отделение. Ну, тогда нельзя было. А сейчас свободно передвигать. Ну, это глупо даже. Она никакой силы этот не имеет. Потому что там даже и сказано, до времени, когда будет дана свобода общения. Так вот. Вот люди тоже часто спрашивают. Иконы, перед которыми молимся, обязательно должны быть освящены? Можно ли самим освятить их? Или это обязательно должен сделать священник? Что? Освящать? И вот иконы, обязательно должны ли быть освящены? Иконы. Ну, видите, про иконы, если так уже говорить, я тоже не евангельский. Ну, мы найдем что-то другое там. В храме все освящается. Как описывается при освящении храма Соломонова. Ну, если есть возможность, есть священник, то, конечно, нужно принести в храм, чтобы он освятил. А отношение к иконам в православии совершенно неправильное. Чистоязыческое, идолопоклонническое. Например, входит в дом, где идет побелка. Иконы убрали. Илуха 10.5. В какой дом войдете? Сперва говорите, мир, дом и сему. Ну, по православному, обычно, входя в дом, нужно сначала вслух произнести молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Хозяин отвечает, Аминь. А после этого, вошедший трижды, кланяется в передний угол на образа и говорит, мир, дом и сему. Хозяин отвечает, с миром принимаем. На этом ритуал заканчивается. Но за это... На этот раз православный гость у нас-то пришел однажды. Икон не видит. Старобрядец. И растерянно оглядывается по сторонам и говорит, у вас помолиться некуда. Как говорится, приехали. Это уже и смех, и грех. Он как будто никогда не читал у Иоанна 4 глава, 23-24 стихи. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине. Ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Ну, более того, старобрядцы признают изображение только на дереве и на металле. А это уже Терафим, а не Серафим. Они обижаются, когда я так отвечаю, но я их знаю очень хорошо. Это моя родина. Там я был, родился. Так, я дальше буду, не смогу уже считать. Мне нужен сейчас перерыв. Принято. А вы это оставьте, тогда соедините. Запишите 493. Да. Отпишите мне, когда вы будете готовы. Ну, может быть, через час, может быть. Ну, все. Все тогда. С Богом. Спаси Христос. Аллилуйя.